Ночью 26 февраля 2019 года 16-летний подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на женщину недалеко от автозаправочной станции в городе Спаск-Рязанск. Позже, во время допроса, выяснилось, что он хотел ее только ограбить. Убийство не было его целью. И в последующем проследовал за ней, когда он находился уже в темном переулке рядом с домом погибшей. Он нанес ей удар, в связи с чем потерпевший упал на землю. После этого он продолжил носить многочисленные удары руками по голове, в том числе, а также по телу погибшей. После того, как она перестала подавать признаки жизни, он перетащил ее тело в сторону, подальше от места преступления, обыскал ее карманы, обнаружил 300 рублей, которые забрал себя. Данное преступление было раскрыто по горячим следам. Задержанного зафиксировали камеры видеонаблюдения автомобильной заправочной станции. Именно туда он приходил до совершения преступления высматривать потенциальную жертву, а после явился для того, чтобы потратить награбленные деньги. Благодаря видеозаписи была установлена личность подростка, и через несколько часов он был задержан. Также в ходе следствия выяснилось, что незадолго до убийства женщины задержанный преступник совершил еще три кражи на сумму свыше 100 тысяч рублей. В ходе расследования обвиняемый давал противоречивые показания для того, чтобы запутать следствие и получить наименьший срок наказания. Вину в совершении убийства с корыстным побуждением, а также в совершении разбоя с причиной тяжкой вреда здоровья потерпевшей он в последующем не признавал. Как и не признавал данные преступления и в суде. Однако судом был исследован доказательство по уголовному делу, и квалификация, которая была дана на предварительном расследовании, деянием данного несовершеннолетнего преступника, подтвердилась, и чем он был именно осужден по данным статьям уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время Спасский районный суд Рязанской области признал 16-летнего подростка виновным по трём эпизодам – убийства, разбой и кража. По совокупности преступлений назначил наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».